Марина Александровна, добрый день. Добрый день. У нас все ближе чемпионат мира по футболу. Я знаю, что была проведена огромная работа, разработаны специальные маршруты для иностранных туристов. Скажите, чем будем удивлять? Действительно, мы вышли уже практически на финишную прямую. Оказалось бы, еще пять лет назад чемпионат так далеко, он буквально будет не завтра, а послезавтра. И ожидается очень большое количество гостей к нам в республику, к нам в город Саранск. Безусловно, для них мы разработали специальные маршруты в зависимости от их национальных особенностей, от времени их пребывания. Но в качестве основных аспектов хотела бы выделить следующее. Для тех гостей, которые будут у нас в городе всего лишь один день, а таких будет большинство, у кого будет совсем немного времени, мы приготовили маршрут пешеходный, называется «Последние мили». Начинается он на площадь Тысячелетия, заканчивается на стадионе Мордовия-Арена. Его можно будет пройти как самостоятельно, так как будут разработаны и созданы различные туристские карты, и где он будет нанесен, и человек в нашем городе заплутаться невозможно. Как раз он охватывает все основные туристские достопримечательности и основные точки показа. Также данная экскурсия будет на формате аудиогидов, на русском, английском и испанском языках, так как из восьми стран, участницы четыре говорят на испанском языке. И также данный маршрут можно будет пройти с экскурсоводом. Буквально недавно у нас закончились курсы подготовки экскурсоводов со знанием иностранного языка, и поэтому было порядка 80 слушателей, 40 из которых мы планируем аккредитовать и использовать в работе на чемпионате. Для тех гостей, которые в нашем городе будут чуть дольше, мы предлагаем, конечно, посещение наших ключевых объектов. Туристская привлекательность, конечно, музей Эрзия, Караеведческий музей. Очень хорошо у нас так зашла выставка плакатов к чемпионату, буквально в десятку топовых мероприятий в Республике Мордове с точки зрения посещения они вошли. И предлагаем такую хорошую культурную и этническую программу на Мордовском подворье, именно с ориентацией на иностранных болельщиков, именно на мужчин среднего возраста. Это как раз будут мордовские игры и, безусловно, даст акцент на наш национальный колорит. Для тех гостей, которые в городе чуть дольше у нас ночуют, мы предлагаем выездные экскурсионные маршруты. Один из ключевых – это Зофторма, посещение подлесно-тавлинской школы деревянной игрушки и Макаровского монастыря. Другой маршрут – это заповедник с посещением, безусловно, всех это рекреационных зон, что будет очень актуально в летний период времени. И адмирал Ушаков – посещение Темникова, посещение Снаксарского монастыря и Теризморге. Также мы подготовили несколько специальных предложений для мужчин, опять для болельщиков. Это маршрут «Пивная миля» с посещением основных заведений, где можно будет выпить пиво, так как все-таки нужно понимать, что это особая целевая аудитория. Также мы предусмотрели такой гастрономический вечерний фестиваль, так как матчи заканчиваются поздно вечером, и хлеба и зрелищ, основные потребности будут все-таки во время чемпионата. Для тех, кто приезжает к нам с детьми, такие тоже могут быть, их тоже не нужно сбрасывать со счетов, мы подготовили ряд программ для детей. Поэтому вот такие программы, основные экскурсионные туристские маршруты мы гостям предлагаем, надеюсь, что они будут востребованы, и город наш, он будет удивить в хорошем плане наших болельщиков. Я житель республики Мордовия, мне вот тоже станет вдруг неожиданно интересно, захочется по всем этим маршрутам проехаться и пройти. Будет у меня такая возможность? Безусловно. Безусловно, у вас такая возможность будет, но я все-таки думаю, что мы, как жители города, лучше выберем другое время для посещения нашей республики и отдадим предпочтение все-таки нашим болельщикам, которых в городе будет в этот период времени очень много. Предположим, прилетел иностранный турист русского языка, соответственно, не знает в городе, не ориентируется. Как он узнает о том, что в Мордовии его ждали, и Мордовию готовы показать? Во всех основных объектах транспорта, это на железнодорожных вокзалах, в аэропорте, будут стоять, во-первых, туристко-информационные пункты, будут работать городские волонтеры, будет в достаточном количестве печатная продукция, туристские карты на различных языках, буклеты, будут различные источники информации, будут стоять в электронные терминалы с нашим порталом Туризм.РМ, где будет дана вся информация. Поэтому болельщик, приезжая к нам в город, будет всячески осведомлен о тех маршрутах, о тех объектах показа, о времени и режиме работы. Например, мы объекты культуры во время чемпионата, в дни матча, они будут работать в круглосуточном режиме. И для людей, которые имеют паспорт болельщика, будут предусмотрены льготные посещения. Поэтому информация доводится постоянно, даже в настоящее время на портале Саранск-2018, в разделе гид болельщиков, вся информация также содержится. Есть ли иностранные туристы, которые уже изъявили желание, может быть, я не знаю, зарегистрировали какие-то маршруты? Есть, и нас это очень радует, это очень хорошо, что сейчас очень активно, уже давно, после жеребьевки, когда было понятно, какие страны у нас играют, на нас выходят туроператоры этих стран, в том числе и московские. И уже есть групповые заявки для туроператоров, постоянно обращаются в дирекцию подготовки к чемпионату, в туристко-информационный центр. И мы по максимуму стараемся уже предложить им все наши услуги. В частности, несколько туроператоров иранских было, несколько японских было туроператоров, поэтому заявки уже есть, и группы уже сформированы. Ну, в министерстве наверняка предполагают, какая цифра, сколько болельщиков будет в республике? Стадион у нас на 44 тысячи мест, и вероятность того, что он заполнен, будет полностью очень большая. И в настоящее время страны, такие как Перу и Колумбия, являются лидерами по продаже билетов. То есть порядка 15 тысяч колумбийцев и перуанцев будет однозначно в нашем городе, они уже закупили, забронировали билеты. Безусловно, наш топовый матч будет Иран-Португалия. Здесь помимо иностранных болельщиков, большое количество добавится наших российских, любителей Роналда. Поэтому во все матчи, даже и в последний, казалось бы, Панама-Тунис, но Панама живет у нас здесь, база команды, поэтому и на эту игру будет большое количество болельщиков. Поэтому ожидаем такое количество именно болельщиков, но к этому нужно прибавлять еще и большое количество организаторов, большое количество обслуживающего персонала, которые также с городом незнакомы и тоже захотят воспользоваться экскурсионными маршрутами и вообще посмотреть наш город. Поэтому количество людей будет в городе очень большое. Думаю, такого количества наш город еще не видел. Закончится чемпионат, разъедутся гости, а туристические маршруты заархивируете или все-таки они будут доступны для нас после? Спасибо за вопрос. Очень актуален и очень важен. Чемпионат пройдет, нам после чемпионата жить придется и дальше. И мы все больше над этим задумываемся, и именно в режиме чемпионата есть формат наследия. На мой взгляд, именно чемпионат в республике дал очень большой импульс развитию туризма. Именно благодаря чемпионату в республику, в город вложены миллиарды денег. И построена вся необходимая туристская инфраструктура. Но в первую очередь аэропорт великолепный. Надеемся сохранить статус международного. Реконструированы вокзалы, дороги, развязки. Построены гостиничные цепи. Гостиницы, мировые гостиничные цепи, прошу прощения. Меркюр, Шератон. Впервые у нас отель 5 звезд. У нас 2 отеля сетевика. Создана туристская навигация. Всевозможные буклеты, карты. Создано такое позиционирование республики. Создано все. Безусловно, это должно работать именно после чемпионата. И в первую очередь мы должны продумать очень хорошее содержание. Именно предложить хороший, качественный туристский продукт. И, конечно, основная работа в этом туроператоров, туроператорского сообщества. Что греха стоить? Республику Мордовию, Саранское родочемпионаты мало кто знал и представлял. И нам, конечно, не хватало продвижения. И когда говорили, а Саранское-то где, а Саранское-то что. И когда приезжали мировые эксперты, с точки зрения нас, туризма. Они говорили, у вас все так замечательно, все хорошо. Только вы об этом никому не рассказываете. Именно чемпионат, получается, с точки зрения органов власти, да, дал... Да, вот органы власти сделали большой формат с точки зрения продвижения. И теперь все-таки бизнес должен использовать этот шанс. И развитие туризма должно не прекращаться, безусловно, а выйти на совершенно иной уровень развития республики региона. Ну, туроператоры вообще как-то выходят на этот разговор? Говорят, что им интересно и в будущем продолжать сотрудничество? Или все-таки, вот, как говорится, хайп сейчас словят на чемпионате и все? У нас неоднократно проходили встречи с туроператорским сообществом, с турагентским сообществом. Безусловно, у нас этот бизнес в республике еще не в достаточной степени развит. Я думаю, все мы понимаем. Так как долгое время работа на выездной туризм, она приносила очень большую прибыль. И не надо было развиваться, заниматься внутренним туризмом. Но интерес к республике очень большой. То есть российские туроператоры готовы продавать республику. И вот после чемпионата мы задумали уже в июле месяце с Министерством культуры Российской Федерации, с АТОРом, Ассоциацией туроператоров России, массовую кампанию по продвижению республики. В первую очередь маршрут УЗОВ-ТОРома. Это маршрут выходного дня. Плюс в чем? Республика находится очень близко от Москвы, от основного хаба. И один из основных аспектов, почему, наверное, Саранск был выбран в качестве города, принимающего ЧМ, это удобное транспортное положение. Все понятно, но в России дороги, Байкал замечательный, курилы хороши, но как далеко ехать? Саранск, час самолет, ночь на поезде, все комфортно, плюс еще спутник наш Розаевка. И поэтому вот после чемпионата мы, именно формат выходного дня для москвичей, приехать, например, или в пятницу вечером, или в субботу утром, и посмотреть, походить в нашей такой образцовой провинции, думаю, что этот маршрут будет очень востребован. Очень много в Мордовии говорят о том, что нужно привлекать туристов. Безусловно, чемпионат дает такую платформу хорошую. Как вы оцениваете вообще потенциал на данный момент? Есть ли у нас шанс, что мы станем действительно туристко-привлекательной республикой, и отбоя у нас от иностранцев не будет, да даже от своих? Я считаю, что туристко-привлекательной республикой мы уже стали. Отбоя, но это тоже относительные понятия, с точки зрения некоторых цифр. У нас город порядка 300 тысяч жителей, он 344, если городской округ Саранск. Туристкий поток оценивается по количеству размещенных людей в коллективных средствах размещения. Прошу прощения за тавтологию. И здесь порядка сейчас идет 110 тысяч. Много это или мало? То есть на 300 жителей и на 800 тысяч жителей республики Мордовия не такая уже маленькая цифра, один к трём. Есть понятие ёмкости территории. Если мы с вами увеличим туристский поток, однозначно мы с вами его увеличим раз в два, в три, это будут хорошие показатели для нашего города. Иначе мы просто с большим потоком не справимся. Я думаю, что именно благодаря чемпионату, именно через формат продвижения, про Саранск узнают и узнали уже и города, принимающие ЧМ, и вообще Российская Федерация и мир. Но, наверное, и стран, вот восьми, которые к нам приедут, можно сделать такой прогноз. Вряд ли стоит ожидать большого количества гостей из латиноамериканских стран. Всё-таки нужно понимать, что это транспорт, это далеко и так далее. Португалия, да, не может быть, если мы говорим о европейских странах. Но, с учётом санкций определённых отношений с Россией, тоже может быть не основной наш поток. Тунис тоже под сомнением, потому что не очень богатая страна. А вот оставшиеся две страны Японии и Иран, наверное, на них нужно делать ставки с точки зрения возвратных туристов. Во-первых, Иран дружественная к нам страна, раз. Во-вторых, иранцы играют в Казани, и мы уже с туроператорами продумывали маршрут наследия чемпионата, где играла их команда, да. И у них очень большой интерес к России, к республике. Республика им очень понравилась. И они готовы путешествовать и хотят путешествовать. Для этого у них есть деньги. Ну и плюс, конечно, Япония. Японию мы рассматриваем с точки зрения делового туризма, в первую очередь. То есть вот из восьми стран, как мы для себя ставим такие акценты, приоритеты. Ни в коем случае не умаляя каких-то достоинств из других стран. Но вот эти две страны, безусловно, для нас в приоритете. Плюс будет большое количество болельщиков из совершенно иных стран. Очень много взяли американцы, французы, немцы, да. И они забронировали матчи у нас здесь, несмотря на то, что их команда не играет. И плюс будет большое количество, конечно, российских болельщиков из соседних стран, которые тоже Саранск не знают. Я думаю, что, как вот такой у нас лозунг, который откроет для себя Мордовия, откроет для себя Саранск. Думаю, что мы покажем. Они откроют для себя республику Мордовия, болельщики, с лучшей стороны. В любом случае, иностранные делегации в рамках подготовки чемпионату приезжали. Есть уже какие-то отзывы? Что люди говорят? Что в Мордовии особенно нравится? Нравится транспортная доступность. Всех очень умиляет и радует то, что у нас, несмотря на то, что город самый маленький, но в то же время он самый компактный. Если у нас будет какой-то во время чема транспортный коллапс или еще что-нибудь, у нас в пешей доступности основные объекты чемпионата находятся. Я сама, когда шла на первый тестовый матч, специально решила протестировать все лично. От фестиваля болельщиков от площади Советской до своего места я шла ровно 30 минут медленным шагом. То есть это очень хорошее расстояние, ни один город не может похвастаться этим. Даже до аэропорта в случае хорошей погоды и какой-то такой тусовочное настроение можно дойти пешком. До железнодорожного вокзала тоже буквально 3 километра от стадиона. Это, конечно, плюс, что у нас все находится в транспортной такой доступности. Безусловно, гостей радует чистота, комфорт и благоустройство нашего города. Я всегда такую фразу говорю, у нас в городе нет эффекта обманутых ожиданий. То есть мы приезжаем, например, в Париж, Эйфелеву башню, хотим увидеть, ах, как бы слышали об этом, ах, не получаем. Или, например, вот Канары, Канары, когда я приехала, например, на Канары, да, я вот не увидела того, что я ожидала. А когда люди приезжают в Саранск, они ожидают здесь увидеть нечто посредственное, не очень хорошее. И видят красивую историю, видят красивый город, чисто благоустроенный. Это вот тоже такой плюс, что эффект такой неожиданности, который в этом случае играет, безусловно, на нас с вами. Конечно, интересен всем национальный колорит. И все-таки из 11 городов, принимающих чем, мы и Татарстан являемся только национальными республиками. Это вечная классика, да, фольклор, культура. Это для всех народов, для всех религий, да, это вот то, что востребовано и интересно. Вот, наверное, радует и привлекает хорошие отзывы по экологическому благополучию города. Все-таки люди, приезжающие, например, с Японии или с крупных городов, город красивый, зеленый, хорошо дышать. Это тоже, безусловно, отмечают. И, безусловно, наверное, какое-то спокойствие и гостеприимство жителей. Все-таки у нас жители очень доброжелательные, гостеприимные ко всем приезжающим. То есть, это вот понятие толерантности у нас другим религиям очень хорошо прослеживается в республике. Наверное, эти вот моменты гости в первую очередь отмечают. И, конечно, отмечают уже возросший уровень сервиса в предприятиях питаниях и в отелях. То есть, если раньше были не совсем позитивные отзывы, приятно, что иностранные болельщики, иностранные гости, журналисты очень хорошо отзываются о сервисе, о качестве обслуживания в нашем городе. Чему научит чемпионат министерства и всех, с кем вы работаете? Что для вас это событие в плане профессионального опыта? Спасибо за вопрос. Наверное, чемпионат, особенно на последние мили подготовки, это проверка нас всех на прочность, на сотрудничество и на взаимовыручку. Нужно, наверное, нам всем понимать в министерстве, в нашей команде, вообще в республике, что мы находимся все в одной лодке, и что мы с вами делаем все одно общее дело. И от того, как мы с вами сработаем как единый механизм, в целом будет престиж города, республики, но, наверное, честь страны. И в целом, поскольку многие болельщики, которые приедут к нам в Мордовию, они приедут впервые в Россию. Именно с Мордовией, с нашим гостеприимством будет ассоциироваться в целом, наверное, Российская Федерация. Спасибо вам большое, что вы были у нас в студии. Я пожелаю удачи и силы, чтобы все сложилось как нельзя лучше. Спасибо. Вы смотрели программу «Простые вопросы». С вами была Дина Мустаева. Мы совсем скоро увидимся вновь. Субтитры создавал DimaTorzok